Есть известная история о том, как молодой парень, 16-летний мальчик, впервые от отца получил право пасти Атару самому, своих овец, пастух. И чтобы оправдать доверие, он был готов сделать все, отцовское доверие. И вот в первую же ночь, когда он спал у себя в шалаше, он услышал шум, вой волка и понял, что ему предстоит испытание. Страшно, ночь, темно, но он схватил ружье и бросился защищать своих подшефных овец. И он увидел, что волк нападает на овцу, и он стал целиться. И вспомнил совет отца, он говорит, когда ты целишься ночью, знаешь, что расстояние, которое до цели, ночью кажется короче. Поэтому всегда целься повыше, как бы бери расстояние подальше. И он, вспомнив совет отца, и сделал именно таким образом, с первого же выстрела поразил нападавшего волка. Мораль простая. Когда ты собираешься что-то делать, когда ты намечаешь чего-то добиться, то желательно ставить цели, и желательно повыше. Потому что чем выше цель, чем больше она тебя захватывает, тем легче тебе достичь промежуточных целей. Чем меньше, чем менее значимая мечта, желание и цель у тебя, тем проще ее достичь, тем меньше энергии надо, тем больше слабости. Тем ясно же, что рядом находящаяся цель легко достижимой кажется, и в любой момент можно ее взять. Поэтому особо торопиться нечего, и напрягаться нечего, и мобилизовывать нечего. А высокая, большая цель. Стать миллионером в сетевом бизнесе. Научиться зарабатывать 1 миллион долларов наличными деньгами, чистыми деньгами, ну в год. Вот эта цель, это очень хорошая цель. Для наших стран это величайшая цель. И после той жизни, которую мы все влачили в обычной нашей суете, сутолки и суматохи, в безденежной, миллион долларов, это я знаю, что это такое. Слава Богу, что я знаю. Но я вот к чему вас веду-то. Вот представьте, вы выбрали цель. Вы хотите покорить горную вершину. И не какую-нибудь, а сразу Эверест. И я не думаю, что даже не имея опыта, вы бы ринулись в Непал и планировали только как добраться до столицы ее там. Как Панду она называется. А там уже дальше видно будет, как добраться до базового лагеря. А там уж как-нибудь. Нет. Наверняка вы бы стали спрашивать. Наверняка вы стали изучать. Наверняка вы стали тренироваться. Наверняка вы стали экипироваться. Наверняка вы начали познавать все тонкости альпинистского дела, прежде чем решиться на такое, на Эверест. Но цель высокая, понятное дело. Так вот миллион в сетевом бизнесе, это очень высокая цель. И если вы такой крутой, если у вас действительно есть стремление доказать самому себе самое главное. Доказать всем тем, кто в нас не верит, что все это возможно. Что бизнес, который вы затеваете, может сделать вас свободным, сказочно богатым, успешным, невероятно сильным новым человеком. Если вы ставите себе целью, то ставьте высокую. И начинайте осваивать детали. Детали. Начинайте читать книги. Начинайте слушать тех, кто что-то уже сделал в этом направлении. Кто уже достиг каких-то результатов. И относитесь к этому серьезно. Представьте себе, сколько времени и денег, и сил потребуется для того, чтобы подняться на Эверест. Да только до Непала добраться. Сколько надо влить, извиняюсь за выражение, долларов. А сколько надо всяких штучек, крючочков, веревочек. А сколько надо знать. Так же и у нас. Гораздо меньше. И риска меньше. И усилий меньше. Но выход будет хороший. Давайте поднимемся на Эверест. В сетевом бизнесе. Давайте сделаем этот бизнес предметом всеобщей зависти. Ваш личный, ваш бизнес. Скажет, вон она идет. Вон она идет. Вон она идет. Была не кем. Ездила всю жизнь на троллейбусе. А сегодня подъезжает, смотри, на каком Лексусе. Голубом или розовом. По спецзаказу сделаем. Розовый или голубой Лексус для девушки. А? И черный джипище какой-нибудь для мужика. Вот это да. Как дополнение и как демонстрация вашего успеха для всех. А самое главное, то что вы будете знать. Внутри вас будет знание. Вы смогли, вы сделали, вы добились, вы достигли. Вы познали детали. Вы молодец. Вы герой. Вы на вершине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.